Всем привет! Меня зовут Владимир Розуваев. Я являюсь руководителем департамента управления IT-активами в компании Softline. Сегодня хотелось бы поговорить об управлении IT-активами, что мы подразумеваем под IT-активами, из чего состоит технология управления IT-активами, для чего мы это делаем, каким образом это делать, из каких шагов состоит управление IT-активами, и, собственно, каких выгод мы достигаем, внедряя технологию управления IT-активами. На первом слайде вы можете видеть информацию о моих контактных данных. Если что-то стало из презентации интересно или что-то непонятно, возникли какие-то вопросы или хотите поспорить, пообсуждать, без всяких сомнений, пишите, звоните, с удовольствием пообщаемся на эту тему. Итак, приступим. И первое, о чем хотелось бы рассказать, это рассказать о том, что мы понимаем под IT-активами в целом. Можно очень долго теоретизировать на тему того, что такое IT-активами, что подразумевать под IT-активами, но в целом и общем сложилась такая практика, что под IT-активами подразумеваются программные активы и аппаратные активы. То есть это программные обеспечения, нематериальные активы и всякие аппаратные обеспечения, столы, все, что находится в ведении IT, это принтеры, это факсы, компьютеры, рабочие станции, различные многофункциональные устройства, любые различные активы, которые находятся в ведении IT-подразделения, IT-департамента. Ну и таким образом мы классически будем подразумевать под IT-активами, собственно, программные обеспечения и аппаратные обеспечения. Если говорить о том, какие вопросы решает технология IT-ассет-менеджмент, управление IT-активами, то по сути это технология, которая направлена на решение вопросов физического учета, финансового контроля и контрактных обязательств на протяжении всего жизненного цикла IT-активов. Если говорить упрощенно и схематически, то вот на этом слайде вы можете видеть информацию о том, из чего состоит жизненный цикл управления IT-активами. Первое это приобретение, в которое входит бюджетирование, выбор поставщика, согласование, приобретение, доставка, обучение пользователей. Это, собственно, первая процедура жизненного цикла управления IT-активами. Следующая процедура это управление изменениями, то есть инсталляция, деинсталляция, модернизация, техническое обслуживание, управление перемещениями и так далее. И, соответственно, вывод из эксплуатации, повторное использование, вывод из эксплуатации, уничтожение данных и так далее. Еще раз повторюсь, что очень долго можно теоретизировать на тему того, из чего же состоит жизненный цикл управления, жизненный цикл IT-активов. Вот здесь, на этом слайде, на мой взгляд, представлена наиболее классическая схема жизненного цикла управления IT-активами. Ради чего внедряется управление IT-активами в компании? Есть три основные цели. Первая цель это оптимизация расходов при использовании активов в течение всего жизненного цикла программного обеспечения. Понятно, что любая компания существует для того, чтобы зарабатывать деньги, но не для того, чтобы их только тратить. Поэтому чаще всего IT-подразделение рассматривается как подразделение, которое тратит деньги, то есть расходное подразделение. Поэтому очень важно здесь оптимизировать расходы таким образом, чтобы это, первое, не ухудшало положение IT, то есть не ухудшало бизнес-процессы. И второе, чтобы это действительно было сокращение, причем сокращение, что называется, по-умному. То есть сокращение не просто срезали какую-то часть денег, а срезали таким образом, чтобы это не повлияло на основные бизнес-процессы компании. Поэтому оптимизировать расходы нужно достаточно умно, и это одна из целей управления IT-активами. Следующая цель – это соответствие требования внешних и внутренних регуляторов. По сути, это управление рисками. Тогда, когда мы понимаем, что есть юридические риски при использовании, например, программных активов, нелицензионных так называемых, или программного обеспечения, в отношении которого достаточно трудно внутри компании подтвердить легальность использования этого программного обеспечения. И, соответственно, здесь внешний регулятор, так называемое государство, законодатель, предъявляет определенные требования, которым нужно соответствовать, безусловно. Следующая цель, третья цель, основная, ради которой внедряется технология управления IT-активами – это соответствие IT-активов требованиям бизнеса. То есть количество, необходимая функциональность, стоимость этих активов должны соответствовать требованиям бизнеса. Если компания не очень большая, то, безусловно, она хочет, чтобы IT-активы были на должном уровне, соответствовали требованиям бизнеса, но вместе с тем не очень хочет тратить большое количество денег на все IT-активы. Поэтому здесь очень важно соблюсти баланс интересов между тратами на IT и бизнес-задачами, которые ставит бизнес, для того, чтобы соответствовали IT-активы требованиям бизнеса. Здесь хотелось бы упомянуть, что software asset management, технология управления программными активами, как самостоятельная часть IT-asset management, это достаточно весомая часть, которой нужно и необходимо уделять особенное внимание, поскольку программное обеспечение требует качественного распознавания. Нам очень важно четко понимать, что тот самый конкретный файл, который валяется где-то на каком-либо компьютере, что это именно то самое программное обеспечение, которое необходимо, которое нам нужно, то программное обеспечение, которое соответствует конкретным требованиям и так далее. Программное обеспечение требует, безусловно, идентификации состава пакетов. То есть нам нужно понимать, что вот эти самые файлы – это пакет, например, Microsoft Office, а не какой-либо другой пакет. Также программное обеспечение требует верификации лицензионного соответствия или license compliance, как это называется, в соответствующих международных стандартах. Это очень важная часть, о ней мы чуть позже поговорим. Соответственно, программное обеспечение также требует управления обновлениями, управления версионностью и стандартизацией. Необходимо отметить и здесь обратить очень важное внимание о том, что программное обеспечение имеет разные схемы лицензирования, и при управлении программными активами нельзя иметь в виду только одну схему лицензирования, там две, да. Нужно учитывать именно все схемы лицензирования, которые позволят оптимизировать затраты и которые позволят отвечать требованиям бизнеса. Также имеются различные правила Upgrade и Downgrade программного обеспечения и разные сценарии моделей использования. Терминальные версии, виртуализации, облачные технологии и так далее. Если говорить о месте IT Asset Management в системе управления IT, то если мы будем говорить о Service Desk, то IT Asset Management нужен здесь для Service Desk, для того, чтобы была информация о конфигурации пользователя, информация о физическом месторасположении. Для IT Governance необходимы данные для оценки потребностей, для переговоров с вендорами и поставщиками и для управляемости. Если мы говорим об Investment Analysis, то IT Asset Management дает нам данные для расчета уровня возврата инвестиций, данные для расчета TCO и, соответственно, минимизация финансовых рисков. И для IT Security, безусловно, тоже важнейшую часть составляет IT Asset Management, поскольку позволяет контролировать неавторизованные устройства, отслеживать запуск неразрешенных приложений, а также снижать, собственно, юридические риски, то есть то самое управление рисками, о котором я говорил чуть выше, как одной из целей внедрения технологии управления IT-активами. Из каких основных шагов состоит технология управления IT-активами? Первое – это, безусловно, обнаружение. То есть нам нужно обнаружить различные устройства, в отношении которых мы будем управлять этими IT-активами. То есть очень важно обнаружить устройства с IP-адресами и устройства, которые не подключены в сети, либо устройства без IP-адресов. После обнаружения этих устройств необходимо их проидентифицировать, проидентифицировать как программное обеспечение, так и аппаратное обеспечение. То есть нужно понимать о том, что нам не просто важно найти файл, если мы говорим об управлении программным обеспечением, нам важно понять, что за программное обеспечение за собой скрывает вот этот самый файл. Верификация как следующий шаг внедрения технологии управления IT-активами подразумевает по собой, соответственно, верификацию лицензионного соответствия и верификацию физического месторасположения. То есть мы должны четко понимать, что вот этот самый компьютер стоит вот в этой самой комнате, на нем расположено вот это самое программное обеспечение и управляет этим компьютером вот этот самый сотрудник, либо сотрудники, если доступ к этому компьютеру разрешен нескольким сотрудникам. Следующий шаг управления IT-активами это, собственно, управление. То есть user device software, то есть нужно понимать, что есть конкретный пользователь, есть закрепленный за ним девайс или девайсы, то есть компьютер, мобильный телефон, смартфон, еще какие-либо устройства, там принтеры, факсы и так далее. И, соответственно, еще программное обеспечение, которое к этим девайсам, закрепленным за этим юзером, находится. Следующая это контрактная информация, да, то есть нужно понимать о том, каким контрактом подтверждается первое легальность использования, второе подтверждается в принципе использование, да, где нужно отражать информацию, с кем заключен договор, на какую сумму заключен договор, когда истекает срок использования программного обеспечения, обеспечения, когда истекает срок технической поддержки в отношении того или иного аппаратного обеспечения и так далее. Финансовая информация нам необходима, понятно, для того, чтобы в будущем управлять финансовыми рисками и снижать финансовые затраты. Ну и, соответственно, документы оборотов мы должны понимать о том, что все программное обеспечение, все аппаратное обеспечение должно подкрепляться определенным документным оборотом, все документы в отношении этих IT-активов должны содержаться, собственно, в инструменте автоматизации процессов управления IT-активами. Если мы будем говорить немного подробнее о каждом из этих вышеозвученных шагов, то первый шаг – это, как я уже говорил, обнаружение устройств с IP-адресами. Делается это достаточно просто и делается это при помощи специализированных программных средств. Вы видите на слайде, при помощи каких средств это можно делать. Это можно делать при помощи System-Centric Configuration Manager, Microsoft программный комплекс, это можно делать при помощи Alteryx от компании Semantic, Audit Pro, Flexera, Front Range, HP, IBM. Достаточно большое количество такого рода программных средств существует для того, чтобы обнаруживать устройства с IP-адресами. Можно также пользоваться собственными агентами, различные компании пишут различные агенты, также в компании Softline тоже имеется свой агент по обнаружению устройств с IP-адресами. Следующий шаг здесь, или подэтап, который необходимо выполнить, это обнаружение устройств, не подключенных к сети. Здесь есть различные варианты обнаружения этих устройств. Один из вариантов, например, это агенты, которые устанавливаются с флеш-накопителя. То есть мы приходим с флешкой, запускаем на каком-то компьютере, который не подключен к сети, запускается агент сканирования, сканируется, создается отчет, мы получаем этот отчет и, грубо говоря, засовываем его в базу данных, центральную базу данных, в которой обвертится вся информация об управлении IT-активами. Следующее, что необходимо сделать, это, безусловно, проидентифицировать физическое расположение. То есть у нас есть имя компьютера, есть пользователь, есть номер конкретной розетки. При этом номер розетки соответствует номеру на патч-панели. В случае, если изменяется розетка, то есть компьютер подключается, ноутбук, например, подключается к какому-либо другой розетке, то об этом должно прийти уведомление для того, чтобы менеджер, который управляет IT-активами, четко, адекватно и в любой момент времени понимал, а где конкретно находится то или иное устройство, для того, чтобы в случае, если поступит заявка на Helpdesk в отношении необходимости помощи в отношении какой-то проблемы, случившейся на этом ноутбуке, чтобы системный администратор, служащий Helpdesk, четко и сразу мог определить, куда ему бежать для того, чтобы помочь, в случае, если, например, удаленный доступ или удаленно помочь возможностей нет. Следующий шаг – это идентификация программного обеспечения. Что мы должны здесь проидентифицировать и сделать? Первое, безусловно, мы должны проинвентаризировать реестр, исполняемые файлы, а также WMI. Это очень важно, поскольку нам важно проидентифицировать не только реестр, но и важно проинвентаризировать весь жесткий диск компьютера. И при этом очень важно обнаружить и идентифицировать дистрибутивы, которые, так называемый, например, exe-файл, который просто валяется на жестком диске, он не инсталлирован, но сам по себе exe-файл есть, потому что в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации хранение дистрибутива является, по сути, использованием программного обеспечения. В случае, если у вас нет разрешения на хранение дистрибутива, то можно считать о том, что вы этот дистрибутив храните незаконно, и к вам можно применять соответствующие санкции юридического характера. Мы говорили, что одна из целей внедрения технологии управления IT-активами – это управление рисками. Поэтому здесь вот этот риск в обязательном порядке в отношении программного обеспечения нужно снять. Следующий здесь подшаг – это библиотека приложений. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду то, что при использовании какого-либо средства автоматизации процессов управления IT-активами необходимо, чтобы в этом средстве была очень хорошая, полная, добротная библиотека программного обеспечения, библиотека приложений. То есть нам важно, чтобы конкретные файлы, обнаруженные на конкретных компьютерах, серверах, были идентифицированы, были опознаны, и им было присвоено конкретное имя конкретного приложения. Вот это очень важно. Далеко не каждое средство автоматизации обладает именно этим функционалом. Очень разные библиотеки программного обеспечения, известного программного обеспечения у разных производителей. Поэтому здесь очень важно обращать внимание при выборе средств автоматизации, обращать внимание именно на существующую в этом средстве автоматизации библиотеку приложений. Ну и безусловно лицензии. Что здесь имеется в виду? Нужно собрать все документы, которые подтверждают легальность использования программного обеспечения. Это могут быть первые, безусловно, правоославливающие документы. Это договоры лицензионные, договоры купли-продажи, либо поставки. Если мы речь ведем о поставке экземпляров программного обеспечения. Также никогда не помешают так называемые косвенные документы. Документы, косвенно подтверждающие легальность использования программного обеспечения. Речь идет об актах, накладных, счетах, фактурах, выставленных счетах, платежных поручениях, любых иных красивых бумажек, так называемых красивых бумажек от правовладателей, сертификатов соответствия, наклейки и прочих вещей. Все эти вещи нужно собрать в одном месте, отсканировать и добавить в библиотеку программного обеспечения, которую мы внедряем при внедрении средств в автоматизацию управления IT-активами. После этого этапа можно выполнять этап верификации, о котором мы чуть позже скажем, поскольку сейчас переключаемся на идентификацию оборудования. Мы провели идентификацию программного обеспечения, теперь следующим шагом эти шаги можно менять, идентификацию оборудования делать первым этапом, а идентификацию программного обеспечения вторым. Здесь мы не претендуем на истину в последней инстанции, то есть как угодно это можно делать, это зависит от инфраструктуры, зависит от задач, зависит от заказчика, от многих других параметров. И когда мы проводим идентификацию оборудования, мы присваиваем инвентарный номер, к которому присваивается соответствующее имя компьютера, ответственный пользователь, должность и соответственно указывается отдел, департамент, структурное подразделение или бизнес, в котором находится этот компьютер. Далее, то как раз о чем я говорил, это верификация лицензионного соответствия. Все документы, которые мы собрали, документы, подтверждающие легальность, еще раз повторюсь, документы разного рода, не только правоустанавливающие, но и документы, которые каким-либо другим образом косвенно подтвердят легальность использования программного обеспечения, мы сканы этих документов добавляем в базу данных, в средстве автоматизации процессов. Это очень важно для чего? В случае, если у нас есть задача управлять рисками, если у нас есть задача управлять юридическими рисками при использовании программного обеспечения, а это одна из важнейших задач при внедрении технологии управления IT-активами, нам очень важно в любой момент времени быстро и оперативно получить доступ к документу, который подтверждает легальность. Это первое. И второе, документ, который и подтверждает легальность, и показывает, какую сумму денег мы потратили на то или иное программное обеспечение, для того, чтобы потом в будущем делать вывод о том, какую сумму денежных средств мы планируем потратить в будущем, при планировании бюджета на следующий год, на следующие 2-3 года и так далее. Это очень важно для процесса бюджетирования, о котором я расскажу чуть подробнее чуть позже. Следующее, о чем хотелось бы сказать, это управленческие интерфейсы. То есть вещи, которые должны отражаться в средствах автоматизации управления IT-активами, это наименование компьютера, инвентарный номер, ответственный пользователь, должность, состав программного обеспечения, которые присвоены, которые используются на этом конкретном компьютере, физическое место расположения, статус, история изменений и история инцидентов. Соответственно, все это содержит в себе условия поддержки, стоимость программного обеспечения, аппаратного обеспечения, и лицензионный договор, контрактные опции. То есть здесь мы можем делать различные виды отчеты, которые позволят нам сделать различного рода выводы. Это может быть отчет по стоимости программного аппаратного обеспечения, стоимости, например, автоматизированного рабочего места. То есть у нас сейчас, например, есть компания, в которой используется 500 рабочих станций. Мы, внедрив технологию управления IT-активами, видим, что сколько стоит в среднем одно автоматизированное рабочее место. Бизнес обращается в IT и говорит, что в следующем году он хочет запустить еще одно бизнес-подразделение, которым будет 100 человек. Соответственно, 90, к примеру, из них нужно обеспечить автоматизированными рабочими местами. И бизнес спрашивает, какое количество денежных средств нам нужно будет инвестировать в IT этого бизнес-подразделения, для того, чтобы им, соответственно, подсчитать будущие расходы. Вы это можете сделать легко, внедрив технологию управления IT-активами, поскольку вы видите стоимость, среднюю стоимость, как минимум, легко и сразу можете сказать, основываясь не просто на цифрах, взятых с потолка, а основываясь на цифрах, по которым у вас уже произведены траты на действующие, существующие автоматизированные рабочие места. Очень удобно, просто, хорошо и, главное, обоснованно для бизнеса. То есть, это не просто трата, не просто цифра, взятая из потолка, повторюсь, а цифра, которая обоснованно и конкретно удовлетворяет потребностям бизнеса. Дальше несколько слов хотел бы сказать о требованиях к инструменту автоматизации управления IT-активами. Здесь, на этом слайде, вы видите, разбито на три части. Требования к инструменту автоматизации в части управления программным обеспечением, что очень важно. Первое, это качество распознавания и идентификации программного обеспечения. То есть, важно именно качество, поскольку в случае, если 50% из программного обеспечения не будет распознанно и идентифицировано, то можете себе представить, что все эти 50% используемого программного обеспечения нам придется идентифицировать, распознавать вручную и заносить эту библиотеку. А программное обеспечение, что, согласитесь, не очень удобно. Следующее это распознавание и управление пакетов. Безусловно, это добавление описания программного обеспечения. То есть если используется какое-то редкое программное обеспечение, не общеизвестное, то иногда достаточно важно описать это программное обеспечение, для того чтобы потом не потеряться в дебрях всего лесоиспользованного программного обеспечения. Назначение и снятие лицензии очень важный момент. То есть важно привязывать конкретную лицензию к конкретному программному обеспечению для того, чтобы в средстве автоматизации четко отображалась актуальная информация о наличии лицензии и отображалась информация о количестве недостающих лицензий или о количестве существующих лишних лицензий, которые можем использовать в будущем. Мониторинг использования программного обеспечения – тоже важная функция для средства автоматизации программного обеспечения. Важна она для того, чтобы оптимизировать финансовые траты на программное обеспечение. Если мы промониторили факт использования какого-то программного обеспечения и понимаем, что оно запускается один раз в месяц на 100 компьютерах, то мы четко можем понимать, что скорее всего вот этот один раз в месяц его можно каким-то образом минимизировать. Либо установить на меньшее количество компьютеров и давать доступ просто к разных сотрудникам, к 10 компьютерам, например. Либо проанализировать, почему так происходит. Может быть, пользователи просто не умеют пользоваться этим программным обеспечением, запустили, посмотрели, а их нужно, собственно, просто обучить тому, чтобы они использовали это программное обеспечение. Ну и так далее. Соответственно, после вот этого анализа можно будет сделать вывод, а нужно ли это программное обеспечение дорогостоящее. Вполне возможно, что можно использовать просто просмотрщик вот этих файлов, которые открываются при помощи этого софта. Вполне возможно, это программное обеспечение можно вообще удалить, либо использовать бесплатный аналог этого программного обеспечения. И хранение электронных копий документов тоже очень важная задача, важное требование к инструменту оптимизации. То есть нам важно хранить именно документы или сканы документов, которые подтверждают легальность в самом средстве автоматизации. В случае, если компания уже использует какое-то хранилище документов в какой-либо другой системе, то здесь важно просто настроить синхронизацию этих данных. То есть, безусловно, большой вопрос, нужно ли вести двойной учет этих документов. Если где-то эти документы уже есть, например, в системе 1С, в САП, еще где-то, то здесь важно, может быть, просто настроить синхронизацию этих данных и так далее. Следующий пул требований к инструменту оптимизации относится к управлению аппаратным обеспечением. Это введение истории, что происходило с конкретным аппаратным обеспечением. Безусловно, важно очень назначить уникальный идентификатор и статус жизненного цикла тоже важно отображать в этом средстве автоматизации. И общие требования к инструменту автоматизации, которые относятся как к программному обеспечению, так и к аппаратному обеспечению. Это интерфейс управления контрактами. То есть нужно иметь возможность управлять контрактами. Интерфейс финансового управления. Простота интеграции с действующими схемами, действующими системами внутри компании. И, соответственно, иногда для многих компаний бывает важно KPI и дашбор. То есть иметь такую актуальную быструю информацию, быстрый доступ к часто используемым функциям, скажем так. Если мы скажем несколько слов о месте IT-ассет-менеджмента в системе управления IT-услугами, то все данные, которые получаются в ходе IT-ассет-менеджмента, в ходе Software-ассет-менеджмента и Hardware-ассет-менеджмента, это есть базис для управления конфигурациями. То есть мы четко понимаем, где что находится для того, чтобы принимать определенные решения. И, соответственно, это завязано на все остальные IT-услуги, используемые внутри компании. Управление запросами, инцидентами, проблемами, изменениями, релизами, развертыванием и так далее. Если говорить немного об IT-governance, то IT-ассет-менеджмент здесь играет тоже очень важную роль. Здесь на этом слайде вы можете видеть, где, что, каким образом завязано для IT-governance, для управления IT, для, скажем так, менеджмента IT. То есть IT-ассет-менеджмент нам предоставляет именно валидную информацию для того, чтобы управлять и проектами, и закупками, и IT-сервисами, и, соответственно, учетными инвентарными данными. Технология управления IT-активами, она достаточно распространенная во всем мире. В России становится достаточно популярной тоже. И вот на этом слайде вы можете видеть несколько цитат от всемирно известных и уважаемых компаний, таких как Gartner, ADC и так далее, которые говорят о том, что систематическое управление жизненным циклом IT-активов сократит стоимость каждого актива на 30% в течение первого года и 5-10% каждого следующего года. Также вот ADC, агентство, заявляет о том, что организации, которые практикуют IT-ассет-менеджмент, понижают TCO на 15%. И вот эта цитата, которая мне больше всего нравится, это информация, предоставляемая IT-ассет-менеджментом, то есть самой технологией, снижает временные затраты службы сервис-деск на 5-10%. И что очень важно, Forrester заметил и цитирует, что 50% времени работы службы helpdesk тратится только на определение конфигурации компьютера-пользователя, что, согласитесь, достаточно много. Если IT-ассет-менеджмент, внедренная технология IT-ассет-менеджмент, будет нам предоставлять оперативную эту информацию, то есть при входе в систему мы сразу видим, что обратился такой-то пользователь, мы сразу же видим, какая конфигурация у него есть, соответственно, это сокращает как минимум на 50% время работы службы helpdesk. Ну и заявляется о том, что средний уровень возврата инвестиций при внедрении технологии software-ассет-менеджмента или IT-ассет-менеджмент составляет 131% ежегодно. Несколько слов хотелось бы сказать о конкурентных преимуществах компании Softline на рынке IT-ассет-менеджмент и Software-ассет-менеджмент в частности. У нас достаточно большая и крупная экспертиза на рынке в области Software-ассет-менеджмент. Ряд законченных проектов в компании с парком выше тысячи компьютеров. У нас в пуле проектов есть компании более 10 тысяч компьютеров, в которых мы внедряли технологии управления программными активами и IT-активами, то есть аппаратными активами тоже. Компания Softline, наверное, единственная компания на сегодняшний день в России, в которой есть отдельная команда по внедрению технологии управления программными активами и аппаратными активами. Это команда, которая выполняет и занимается только этими проектами, никакими другими больше. У нас громадное количество компетенций по SAM, Software-ассет-менеджменту от различных правообладателей, Microsoft, Autodesk, Adobe и так далее. Все услуги, которые мы оказываем в области управления IT-активами и программными активами, соответствуют международному стандарту ISO 19770. И не могу не сказать о том, что в 2011 году мы стали партнером года в категории Software-ассет-менеджмент, Market Acceleration. Конкурс международный, который проводила корпорация Microsoft, мы были признаны номером один на рынке. Было более 35 заявок со всего мира. Команд, которые занимаются технологией Software-ассет-менеджмент, и компания Softline из России была признана единственным победителем в этом конкурсе. В финале мы обошли серьезные команды из Германии и Соединенных Штатов Америки. Несколько слов о компаниях, которые уже воспользовались нашими услугами. Безусловно, это не все компании, но основные, которыми мы могли бы, скажем так, похвастаться. Предметом нашей гордости на сегодняшний день, безусловно, является проект в банке Trust. Это приблизительно 7 тысяч автоматизированных рабочих мест на момент внедрения технологии управления активами. Сделали проект полностью от идентификации программного обеспечения и аппаратного обеспечения, и заканчивая описанием бизнес-процессов о том, каким образом управлять этими, собственно, IT-активами. Здесь было очень важно, в этом проекте было очень важно получить возврат инвестиций вложенных в проект. И на тот момент действующий IT-директор банка Trust открыто, публично заявил о том, что проект окупился в течение первых 9 месяцев после внедрения самого проекта, после окончания работ. Поэтому, что, собственно, подтверждает те самые цитаты, которые я приводил выше. На этом, наверное, хотелось бы закончить краткий рассказ об IT-ассет-менеджменте, о том, что мы подразумеваем под IT-активами, о том, ради чего внедряется технология управления IT-активами, и что нужно сделать для того, чтобы компания адекватно управляла IT-активами, для того, чтобы она получала выгоды от этого. В случае, если у вас есть вопросы, пожелания, замечания, комментарии, на слайде, опять же, есть мои контактные данные, адрес электронной почты, мобильный телефон и адрес моего личного блога, который посвящен именно технологиям управления IT-активами, где мы тоже можем в неформальной обстановке пообщаться. Всем пока, спасибо за внимание.